Здравствуйте, господа! Тут все точат зубки и текут слюнками, но я вас утешу. Коллапс украинской экономики не наступит. Запад всегда будет финансировать Украину в тех размерах, которые нужны для того, чтобы, первое, убивать русских, и второе, отдавать активы Украины Западу за бесплатно или за почти бесплатно. Это смысл существования нацистской государственности на Украине. Две эти задачи. Все остальное будет очень хорошо, будет очень красиво, люди будут умирать с голоду и будут разбегаться, но это не будет дефолтом, и СНН будет показывать только красивую картинку с Украины. Мы это прекрасно помним. Нам господин Буш, прошлый президент Соединенных Штатов Америки, рассказал, что лучшими, наиболее демократическими странами мира году в 2009 являлись Грузия, в тот момент абсолютно тоталитарная под Саакашвили, Ирак и Афганистан после американской оккупации. Я думаю, что если бы он выступал сегодня, он бы добавил бы и нацистскую Украину тоже. Дефолт украинской экономики не будет, дефолт Украины не будет, потому что отказ платить деньги русским – это нормально, и ради этого нацистов приводили к власти. И никто на Западе не скажет, что русские имеют какие-то права. Нас с Мистролем кинули, я говорил год назад, чуть меньше года назад, что нельзя финансировать нацистов. Точно так же нас кинут с украинскими деньгами. Это Запад, извините. И на Украине будет кошмар, украинская экономика будет сыпаться, но никому этого не скажут. Понимаете, официальные данные, в прошлом году украинская экономика уменьшилась на 10%. Она в 2009 году из-за кризиса уменьшилась на 15%. А из-за гражданской войны она уменьшилась на 10%. Все в порядке, все работает, все счастливо. Я думаю, что в этом году, в 2015, нам могут порадовать, что украинская экономика пошла в рост. То, что Украина при этом будет умирать, то, что ее экономика, на самом деле, не существует уже сейчас, это вещь самая очевидная. Но никаких внешних подтверждений этому, кроме потока беженцев, не будет. Потому что Запад будет держать благоприятную картинку. Российские либералы, которые контролируют критически значимую часть российских медиа, будут держать благоприятную картинку. Статистика будет рисоваться, какая нужна. И, соответственно, внешне все это будет выглядеть довольно пристойно. Поэтому украинская экономика исчезает и будет исчезать дальше. Она не жизнеспособна. И более того, именно в этом причина войны. Потому что никакое украинское руководство не может, нацистское, не нацистское, не может контролировать 30 миллионов сошедших с ума людей в условиях, когда им нечего есть. Единственный способ контролировать – это война. Будет война с Крымом, с Новороссией, с Россией, с Белоруссией. Это не важно. Война не будет с Приднестровьем по очень простой причине. Война должна быть долгой. Война нужна не для победы, а для того, чтобы занять людей, отвлечь их от своей сегодняшней ситуации. Но это не будет ни дефолтом, ни крахом экономики. Нам будут показывать, что все очень хорошо. В страну приходят иностранные инвестиции, идет успешная борьба с инфляцией и прогрессивные реформы экономики. То, что европейский выбор в его нацистском виде для Украины означает вымирание – да. То, что голодомор вернется на Украину в этом году – да. Но это никогда не будет призвано официальной западной пропагандой. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok